Всем привет! Сегодня эпопея продолжается, второй день. Короче, еще одно ведро 9-килограммовое, два клея, нельзя. Короче, два сразу взял на запас, вот считал килограмм-квадрат, чуть меньше. Оно где-то густоватое, вот комки такие, но я их, вот смотрите, вот комки, но я их размешиваю, размешиваю до такого состояния, и если клей густой, добавляйте воды для такого состояния, чтобы вы могли взять шприц спокойно, и вот так вот его набрать. Если не набирается шприц, то нужно добавить чуть воды сейчас. Вот набрал шприц, была. Короче, на 30 квадратов куда-то уходит. Вот есть какие-то щели. Ребят, посмотрите, у вас, скорее всего, я тоже думаю, есть щели при укладке плитки, так как вы на гребенку кладете. И попробуйте вот просто взять ПВА-шприц и залить, и посмотрим, куда будет ли у вас уходить клей. Я больше чем уверен, что у вас у всех будет уходить клей. Это 100% ПВА будет уходить у вас. Это 100%, потому что у вас гребенка, вы ее так ставите, прикладываете. Поэтому, и я больше чем уверен, что вот у меня тут слой был хороший, и тоже вот уходит. Но я больше чем уверен, что под гребенку будет уходить. Поэтому попробуйте пролить, и посмотрим, будет у вас уходить клей, а потом комментарии напишите, уходит ли у вас ПВА. Где-то у меня не уходит, да? Но я говорю вам, на 30 квадратов второе ведро 9-килограммовое. Но вот так вот увлекательно шприцом загонять этот клей, как в песне. Это увлекательный аттракцион. Так еще никто не делал, как я плитку. Вот поэтому, у кого теплые полы, паровые, то моя рекомендация все-таки проливать швы. Кстати, эта тема с ПВА отлично зайдет за место дорогущей, дорогущей затирки в душевых. Пролейте швы ПВА. Во-первых, это вам даст то, что ПВА, он влагостойкий, морозостойкий, температура стойкий. То есть вода не будет просачиваться. Первое. Пролили швы, и все. И потом берете затиркой. Не надо обязательно эбоксидкой. Эбоксидкой внешние углы замажете. Понятно, да, почему? А все подоны, мадонны уже замажете. Обычная затирка, и она у вас будет держаться. А если еще затирку сделать, когда ПВА не полностью высохнет, а пройдет порядка, ну там, трех часов, да, чтобы образовалась пленочка. Смотрите, ребят, как увлекательно он заходит. Клей шикарный. Вот тут вот где-то ушел, уходит прям в щели. Видите? В щели проходят куда-то. Вот. Поэтому проливаем так. В общем, 30 квадратов. Вот такая, в такое помещение. Осталось вот чуть-чуть. Вот начал проливать. Вот этот кусочек остался вот такой. Сейчас посмотрим, сколько будет уходить. Ну, мне кажется, хорошо, что вторую девятку взял. Хорошо пролью с запасом. Поэтому, ребят, давайте так сделаем. Кто плитку положил, пролейте швы ПВА. И посмотрим, уходит у вас или не уходит. Если уходит, то те же самые вопросы, которые мне задаете, задайте себе. Вот. Хотя у вас там гребенка, не гребенка. Потом в ваннах, где этот, где влага, проливайте ПВА. ПВА, вот. У вас не будет никаких бактерий, не бактерий. Потому что любую пропитку вода проходит. ПВА не пройдет. Все. И у вас меньше затирки уйдет. Потому что ПВА возьмется. Хорошо, ребят. Всем пока. Пока. До связи. Ну, как-то так. Продолжение следует.